Ну что ж, ребята, Плющко решил сделать вторую часть бюджетного набора геймера. Давайте же посмотрим, исправился ли он или нет. Всем привет, ребята, и это новая серия БНГ, а именно о бюджетном наборе геймера. И этот выпуск будет для среднего класса, и тут я буду вам советовать только качественные товары. И если вы не согласны с моим мнением, то для вас всегда открыты комментарии. И чего же мы ждем? Поехали! И первое, с чего я хотел бы начать, это мышь, а именно Logitech G102. Эх, сколько раз мне говорит, что G102 дерьмо. А, вам доказательства нужны? Хорошо. Мышка стоит 1750 рублей в Диннис, и за такую цену мы получаем мышь маленькой формы, отчего у людей с большими руками будут большие проблемы. Схватом, слабыми крики Амрон на 10 миллионов кликов, которые через некоторое время начинают дабл кликать, и супер-пупер-шмупер-лупер-офисным энкодером. Если вы умудритесь купить ее на Алиэкспресс, то вы еще и потеряете техническую поддержку. Зато супер-круты 3360. Такие дела. Ну и следующее, что нам понадобится, это хорошая клавиатура, и это, как ни странно, Мотоспид СК-104. Чтай. Ты серьезно взял самую худшую клавиатуру на рынке механики? Если и здесь вы хотите понять, почему такое, будет дерьмом, поясняю, переключатели здесь стоят от аутэмью, со всего лишь 5 миллионами кликов, после они либо дабл кликают, либо полностью ломаются, кейкопы будут в полмиллиметра, и подобные изделия, пренебрежном обращении, легко могут раздвоиться, а просто билизаторы вообще молчут, они просто скрипят. За такую, можно взять какой-нибудь Hex, Gears. Так, ну с клавиатурой и мышкой мы уже определились, но под это все добро, нам нужно еще и коврик, и он тоже будет с RGB-подсветкой. И возьмем мы его очень недорого, ведь на Алиэкспрессе с 27 марта стартует распродажа, где вы можете все урвать по очень низким ценам. Следующее у нас на очереди, это наушники Transmart, которые имеют звук с расширенным диапазоном 7.1, что позволит наслаждаться игрой гораздо больше. Также у них уже есть встроенная звуковая карта и активное шумоподавление. Ну, они без акции 3000 стоят, так что бомбить от них я не буду. Ну и последнее, о чем стоило бы сказать, это микрофон. Если тебе и вправду он нужен, то я могу тебе посоветовать Fifine K669. Это лучший микрофон с качественным звучанием, и потому он и лучший, ведь он работает прямо с коробки. К нему ничего не нужно докупать, как в случае с BM800, ведь там нужно обязательно докупить звуковую карту, иначе звук будет ужасен. Знаешь, микрофон с USB подключением не лучшее решение. Лучше бы BM800 со звуковой карты от Эрика взял. Всем привет, Сами Сноу Майн Ла 12. Всем привет, Сами Сноу Майн Ла 12. Ладно, на этом как раз видео подошло к концу, давайте посмотрим рейтинг. И если честно, я этим не удивлен, так что всем пока и удачи вам при выборе девайсов.